Соловьёв и Малышева тихо не переносят друг друга. Соловьёв старается всячески обходить эту персону на совместных мероприятиях. Малышевой также стоит отдать должное. Она не лезет, понимая, что Соловьёв не её уровень. Он чернорабочий телевиденье, о которого можно вымазаться. Конечно, нельзя не отметить тот факт, что Соловьёв вяленько защищал Малышеву после выхода расследования Алексея Навального, пытаясь её оправдать. Но это не из-за любви или уважения к Малышевой, а больше из мести Навальному. Сотрудники рассказали, что Соловьёв был сам в шоке от расследования Навального. Его поразило, что эта телевизионная знахарша, как её называет Пугачёва, получает денег больше него. У этой массовички-затейника дом в Америке, а не на каком-то озере Кома. Для человека с комплексом Наполеона это был сильный удар. Причина давней нелюбви Соловьёва к Малышевой – это старая обида. Малышева любит всем указывать на их проблемы, тем самым подчеркивая, что она доктор экстра-класса. Уткину она указала на ожирение и советовала проверить пищеварительные органы. А Соловьёву она в своей манере указала на маленький рост, сказав, что в телевизоре он выглядит значительно больше. Многие сотрудники говорят, что Соловьёв сильно комплексует из-за роста, маленьких плеч и большой головы. Операторы снимают его снизу вверх. А в свой камзол Мао Цзэдуна он подкладывает плечи для того, чтобы увеличить их размер. Тогда голова смотрится не такая большая. В его коллективе нет людей, которые значительно выше его ростом. А его рост ориентировочно составляет 149 сантиметров. Возможно, такой комплекс развился, когда над ним шутили его коллеги. Невзоров рассказал, что Доренко сильно смеялся, когда Соловьёв залазил на барный стул. Надо отдать должное, что Соловьёв мало с кем общается. К примеру, с Андреем Малаховым он также в не лучших отношениях. Он даже отказал Малахову, когда Андрей делал программу про многодетных отцов.